До мая 2012 года полевчанка Ирина Нестеренко и подумать не могла, что в налоговую инспекцию приходят не только для подачи различных документов и соблюдения налоговых обязательств. Оказывается, в налоговой можно получать и подарки. Ирина Николаевна дала налоговую декларацию 11 января и получает за это приз. Вот такое вот, я не знаю, уже память какая-то будет. У нас впервые такая акция проходит. Впервые в Межрайонной инспекции по налогам и сборам номер 25, что в городе Полевском, в рамках декларационной кампании за 2011 год проводилась акция «Стань тысячным или пятисотым декларантом». Для участия в этой акции от жителей города налогоплательщиков требовалось немногое. До 2 мая 2012 года отчитаться о доходах физических лиц за 2011 год, предоставив декларацию в форме 3 НДФЛ. По условиям проводимой акции «Тысячного пятисотого», а также самого пожилого и самого молодого декларанта ожидал подарок. Подобная акция налоговыми органами проводится впервые. Значит, направлена она для того, чтобы до каждого налогоплательщика дошло, что, правильно вы сказали, что нет необходимости ждать, когда налоговый орган напомнит о себе. Нужно исполнить свою гражданскую позицию, и если имеются основания для подачи налоговой декларации физическими лицами по основаниям, или о полученных доходах, или о предоставлении налоговых вычетов, то необходимо обратиться в налоговый орган, желательно установленный законодателем срок. Продав квартиру, Ольга Черных добровольно пришла в налоговую инспекцию и подала декларацию о доходах. Она даже не предполагала, что поступив таким образом, не только выполнит гражданский долг, но еще и будет отмечена руководством налоговой инспекции. Александр Михайлович сдал налоговую декларацию 13 января, с чем мы вас тоже поздравляем. Отправляем вам, уважаемый налогоплательщик, небольшой приз, и надеемся в дальнейшем, что вы будете всегда являться добросовестным налогоплательщиком, и не только вы, а ваши все близкие, знакомые и коллеги. Александр Вачайкин – молодой специалист. Полгода назад он получил диплом о высшем образовании и сразу же решил получить социальный налоговый вычет. 13% от той суммы, что Александр Михайлович потратил на свое обучение. После окончания обучения я подал на возврат 13% в январе. После окончания обучения. За декларационную кампанию 2012 года в налоговую инспекцию города Полевского обратилось более 2600 полевчан. Трое из них были признаны победителями. Надежда Третьякова, заместитель межрайонной инспекции по налогам и сборам, поблагодарила декларантов за добросовестное исполнение обязанностей по декларированию доходов за 2011 год. Ксения Балденкова, Евгений Просиков. Новости нашего города. Субтитры создавал DimaTorzok